Это трогает до глубины души. Кудрин решил пожалеть бедных. Статья на Рыгнуме за 13 ноября 2019 года. Александр Халдей. Аннотация. Ресурсу ТАСС за 11 ноября 2019 года. Поищите, почитайте. Я озвучила и записывала. Вернее, я его озвучила, а записывать не стала. Я там со многим не согласна просто. Глава счетной палаты РФ Алексей Кудрин, как власть имущий, опечалился судьбой бедных в России, отметив в одном из своих последних интервью, что наша модель государства плоха, так как в ней люди примитивно бьются за выживание. Мол, в стране, где население составляет 142 миллиона человек, целых 20 миллионов существуют за чертой бедности. Это недопустимо много для России, считает Кудрин, и число бедных нужно сокращать минимум на 40%. Далее, рассуждая о проблеме сокращения бедности, Кудрин рассматривает исключительно меры социального субсидирования. Он предлагает найти дополнительно 200 миллиардов рублей в год и раздать их малоимущим. Ссылаясь на Всемирный банк, Кудрин видит проблему в том, что помощь плохо доходит до адресатов. Только 20% реальных субсидий попадают к нуждающимся. Однако, адресный принцип субсидирования за счет перераспределения бюджетных средств означает, что какие-то категории, прежде получавших помощь, перестанут ее получать. Этот момент Кудрин называет деликатным и предлагает благое решение – дать регионам дополнительные ресурсы для этих целей. Исполнять же нацпроекты по теме борьбы с бедностью регионы должны сами, по своему усмотрению. Надо полагать и ответственность за это теперь с центра переложатся на регионы. Все было бы хорошо, и Кудрина вполне можно было бы представить родителям за интересы беднейших слоев граждан России, если бы не один маленький пустячок. Проблема бедности в России – это следствие курса российских либералов, которым принадлежит Алексей Кудрин, проводимый ими с 90-х годов прошлого века. Это курс, проводимый по требованиям МВФ, и Кудрин всегда был одним из главных проводников этого курса. Сокрушаться теперь о том, что в результате многолетних усилий Кудрина и либерального блока в правительстве и Центрального банка бедность населения достигла колоссальных и неприемлемых для страны масштабов – это как плакать по волосам, перед этим самому отрубивши голову. По оценке академика Сергея Глазева, за последние несколько лет Центральный банк изъял из экономики России около 10 триллионов рублей. Цель – так называемое третирование инфляции, когда банковские проценты становятся выше нормы рентабельности в секторе материального производства. Результат – исчезновение средств для рефинансирования коммерческой банковской системы и исчезновение долгосрочного кредита как главного источника инвестиций. Это плоды деятельности команды Кудрина. Экономистам известно, что единственным средством снижения себестоимости продукции и, соответственно, понижения цен является научно-технический прогресс. Это требует непрерывных инвестиций. Если их задушить, неважно под каким лозунгом, в стране наступит инфляция, сколько бы вы ее не таргетировали, а еще точнее наступит стагфляция – рост цен на фоне падения производства, и это плоды деятельности команды Кудрина. Тут наступает эффект замкнутого круга. ЦБ повышает ставки рефинансирования для сокращения денежной массы ради борьбы с ростом цен. Рынки сокращаются, предприятия прекращают инвестиции, деньги зависают на счетах и депозитах. ЦБ делает вывод, что в стране слишком много лишних денег и еще больше изымает их из оборота за счет удушения кредита через высокие ставки. Это немедленно усиливает волатильность курса рубля, что немедленно сказывается на росте цен, так как 70% товаров в региональных торговых сетях – это импорт. Дальше все просто. Из-за падения покупательской способности населения вследствие роста цен падает мелкий и средний бизнес. Усиливается спад, растет бедность, падают поступления в бюджет, для пополнения которого власти повышают налоги и урезают социальные программы. Вследствие этих мер бизнес беднеет еще больше, цены растут еще выше, бедность становится еще шире и эта спираль повторяется по возрастающей раз за разом все эти годы либеральных реформ. И это результат деятельности команды Кудрина и его подходов к экономике. Все в унынии, власти в позоре. И тут, на этом фоне, весь в белом, аки-младенец, выходит Алексей Кудрин и начинает вдруг свысока на всю страну вещать, что, мол, как позорно для государства, когда целых 20 миллионов живут бедно и так далее и тому подобное. И при этом предлагает найти в точном бюджете еще денег, чтобы раздать их через регионы, понимая, что сделать это можно лишь обидев кого-то из уже получающих помощь. Кудрин прекрасно понимает, что он предлагает. Посеять конфликт общества и власти, и конфликт центра и регионов. При том, что уже сейчас все эти конфликты довольно застарелы, и вместо их ослабления он предлагает то, что их еще усилит. При этом Кудрин ни словом не обмолвился об ответственности либералов за многолетнее осуществление требований МВФ в макроэкономике, в результате чего экономика страны пребывает в перманентном кризисе. У Кудрина всегда виновата государство, с намеком не на либеральное экономическое крыло, а на силовой блок и рутинную административную машину. Кудрин никак не обсуждает пути изменения инвестиционного климата, иначе как через призму сокращения ресурса силовиков. Ресурс либералов, по его мнению, никакому ограничению не только не подлежит, но и нуждается в дальнейшем расширении. Ничто так сильно не бьет по интеграционным усилиям Владимира Путина, как либеральная политика разрушения устойчивости рубля, как единой валюты ЕАЭС. Давно уже отложены в сторону все разговоры о том, что рубль может стать единой расчетной резервной валютой между странами-участницами интеграционных форматов. А без этого никакие попытки создания союзного государства и работающего ЕАЭС не дадут нужного результата. Алексей Кудрин, конечно, считает себя другом Владимира Путина и «помогает» ему изо всех своих сил, что выразилось еще раз в интервью ТАСС. Однако, судя по результатам, бывают такие друзья, с которыми и врагов не надо. В этой связи внезапная озабоченность Кудрина ростом бедности в России трогает до глубины души и вызывает особое сердечное умиление. Александр Халдей Это трогает до глубины души. Кудрин решил пожалеть бедных.